Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Меня зовут Юлиана Гурьева. Я куратор лаборатории Школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. И на сегодняшней нашей встрече будет пара гипнолог и слипер. И самое главное, самое интересное, мы еще приглашаем клиентов этой пары, удивительной и уникальной. Поэтому приглашаю вас, присоединяйтесь и приятного просмотра. Дорогие друзья, всех приветствую. И сегодня у нас новая рубрика в рамках лаборатории Школы гипноза Никиты Бурлакова. И мы встречаемся с большим классным составом. И я уже буду интервьюировать не одного человека, а сразу группы людей. Причем люди, которые никак в жизни не были знакомы. Это клиенты, пары гипнолог и слипер. И сегодня у нас профессиональная пара – это вип-кураторы Школы Никиты Бурлакова, Сагитова Светлана и шлифер Ольга. Ольга – гипнолог, а Светлана – слипер. И вот у них накопилось, и они смогли сегодня собрать какое-то количество клиентов. Понятно, что это люди постоянно в работе, и клиентов уже перевалило давно за сотни. И вот у нас сегодня такой уникальный случай, когда получилось в одно время людей из разных стран, потому что понимаем, что сейчас границ совершенно нет, не территориальных, да, и в общем вообще временных. И вот мы тут вместе собрались, и у нас здесь действительно сумасшедшая такая нереальная какая-то компания. Честно говоря, я волнуюсь, потому что я надеялась, что увидит там одного-двух, а тут посмотрите у нас, какая красота. И я буду, конечно, пытать каждого и расспрашивать вообще, что для человека все-таки стал гипноз, да, с каким запросом пришли, что хотели для себя там понять, прояснить, не знаю, решить. Но сначала я хочу поближе познакомиться с Ольгой, со Светланой. Здравствуйте, красавицы наши, чудесная пара, действительно звезды гипноза. И я обещаю зрителям, что с каждой из них я еще отдельно буду встречаться, у нас будет отдельный диалог, потому что каждая из них – это вообще уникальный человек со своим большим опытом, и действительно им есть что рассказать. Но сегодня мы немножечко уходим в сторону клиентов. Итак, Светлана и Ольга, я знаю, что вы сейчас являетесь вип-кураторами в школе, да, и скажите, пожалуйста, как давно вы познакомились со школой гипноза Никиты Бурлаковой, как давно вы вот уже вот в таком статусе? Да, Оль, я тогда с вас начну, хорошо? Да, да, всем доброго дня, кто нас смотрит, смотрите. Мое знакомство произошло ровно в декабре месяце 2020 года. Я впервые нашла этот уникальный вид профессии. Я считаю, что он совершенно необходим в построении нашего светлого будущего, нашего нового общества, так как онлайн и работа в онлайн – это такая возможность колоссальная для людей, и особенно для профессионалов, чтобы себя показать, и для клиентов, скажем так, мы их называем, да, людей, с которыми мы сотрудничаем, работаем, соприкасаемся с их душами, мы им очень благодарны. Я считаю, что это уникальная возможность, да, только в декабре 2020 года. Светлана, да, когда ты, Светочка? Я познакомилась со школой Никиты Бурлакова с гипнозом и слиперством только в январе 2021, да, получается, уже годы. Да. Это не столь давно, но мне кажется, это уже так много времени прошло. Это поменялось, потому что с того момента с ног на голову всё, совершенно. Сами по себе отвалились все какие-то старые, я не знаю, хвосты. Они куда-то делись просто. Совершенно новая география. Это весь мир. Вы откуда люди? С Франции, с Израиля, откуда? Со всего мира. Это супер, это настолько здорово. Также в школе я познакомилась с своим гипнологом Ольгой Шлифиш, с которым мы сейчас и работаем. Я не знаю, по каким причинам она меня выбрала своим слипером. Ну, причина простая. Я была куратором в твоей группе, где ты обучалась. И, конечно же, не заметить такой бриллиант было невозможно. Сейчас, кстати, вот кто будет нами представлен, тоже будущие наши слиперы и гипнологи, с которыми нам посчастливилось работать. Хорошо. Да, я благодарю, Светлана. Действительно, не случайные наши встречи. И вы задаете вопрос Ольге, как она выбрала. Я думаю, что это был такой обоюдный выбор. Когда я тоже говорила о своей благодарности Никите, я, в общем, говорила, спасибо, что вы меня выбрали. Потому что я понимаю, что школа, скорее всего, все-таки как-то делает отбор нас среди своих учеников. И вы достаточно, ну, то есть вы настолько, я понимаю, что для вас школа – это жизнь до школы гипноза и после. Все-таки это действительно то, что действительно меняет сознание и как-то вообще перетрансформирует вообще нашу жизнь и вообще понимание себя в этой жизни. И здорово, что есть такая крепкая пара. И действительно, вот так вот парой перешли в кураторство, вип-кураторство. И сегодня я хочу представить наших гостей. Это ваши клиенты. С каждым из них вы лично уже знакомы, знаете их уже тайны личные, какие-то истории. И те вопросы и проблемы, с которыми они приходили. И вот я сейчас буду буквально к каждому обращаться. И первая, наверное, София. Потому что я вас прямо вот вижу сейчас в камере. Поэтому к вам обращаюсь. Я задам на самом деле очень простой вопрос. Зачем или с чем вы обратились вообще в гипноз? Хорошо. Благодарю. В первую очередь благодарю Светлану и Ольгу. Низкий поклон. Я пришла с вопросом о своем призвании и с вопросом о здоровье. У меня было такое обессиленное состояние последние месяцы. Я не знала уже, куда обращаться, что делать. И, соответственно, пришла с этим вопросом. Не только помогли, не только погладили по душе, но и открыли мне новую стезю. Понимаете, мы все можем сами открыть кому-то душу, но никогда не слышали ее так, как из уст Светланы и Ольги. Понимаете, это дуэт, которому ваша душа действительно с удовольствием поведает обо всех ваших значимых моментах, событиях. Причем случившиеся как и в прошлых, так и в нынешних воплощениях. Соприкоснуться с этим, это не просто сказать, что это чудо. Это действительно удивительно. И действительно я получила ответы на все свои вопросы. В первую очередь я получила крайне касающиеся только меня факты. То есть я непосредственно из уст Светланы слышала свою душу. Я рыдала. Меня удивить сложно, прямо скажу. Я рыдала. Важно иметь такую замечательную тандемию. Потому что это тот тандем, в котором нет ничего лишнего. Каждый жест, каждый момент, он выверен. Понимаете, и смотреть даже этот сеанс, вот я лично, как это было про меня, да, я смотрелась в невероятном удовольствии. Вот. И моя душа посылает вам послание, девочки. Можно, да? Можно? Можно, конечно. В душе моей, израненной мечтой, ищу знакомых лиц по рыбе. И стал мой саввен простынёю, вскрывая все сердечные норы. Мертва, жива, сон явью обернулся. В миру имея множество имен, по знанию поры вернуться. Свободный бой облачен. Благодарю вас. Ой, чудо какое, София, благодарю вас. Это вы мне отдали такой полёт. Моя душа благодарит вас, девочки. Люблю, посылаю всю благодарность, какая у меня есть. Вы меня окрылили. Спасибо большое. Благодарю, София. Юлиана, ещё хотела сказать пару слов. Сеансы, как я сказала, это именно соприкосновение с душой каждого, кто к нам обратился. Я очень хочу развенчать миф, что работа в сеансе гипноза и слиперства, в трансовом гипнозе, это просто… Вот сейчас очень массово пропагандируется данный вид работы. Это просто, когда смотришь на Ютубе, это сплошная гонка за какими-то жуткими сущностями и так дальше. Скажем так, не без этого и в нашей работе. Но суть не в этом. Суть попробовать возможности души собрать эту именно мозаику всех своих воплощений, всех своих качеств, чтобы понять, вот для чего ты воплотился, для чего ты пришёл на эту землю. Вот открыть душе всё, что она забыла. Помочь ей гипнотерапией, совершенно разными другими инструментами. Именно узнать себя, познать себя, прочувствовать. Вот это работа гипнолога-слипера. Я благодарю. Благодарю, София. Я потрясена. Да, Ольга, благодарю за то, что сейчас очень ценные вещи вы говорите. И действительно, люди, которые начинают изучать этот вопрос, действительно попадая на Ютуб, и начинают видеть действительно вот эти зоопарки, которые там собирают. И ну, в самом деле страшно. Ну, в самом деле, да. Вот что там у тебя найдут, лучше я знать не буду. Вообще я закроюсь. Вообще ничего этого нет на свете. Буду продолжать жить, как жить. Хотя, действительно, это сумасшедшие, нереальные инструменты, которые сейчас открыты. Такие, я даже скажу, сакральные, наверное, даже знания, которые сейчас, в общем, вот для того, чтобы мы могли, действительно, очищаясь, поднимаясь в вибрациях, да, вот пройти тот самый переход, на котором везде уже говорится, да, нашей Земли из одного измерения третьего, да, в другое более высокое. И это правда важно. И действительно, вот и наше сегодняшнее интервью для того, чтобы вот рассказать немножко изнутри и именно со стороны клиентов все-таки, которые пришли, получили результат и сейчас готовы поделиться. И я сейчас даю слово, да, Лея, можно, да, звук включить? Расскажите про свою историю. И было ли страшно вначале отдать себя, да, вот посмотреть, вот людям, да, гипнологу и слиперу и что-то про вас рассказать? Какое-то было такое вот ощущение немножко, ну, волнение, может быть, даже, или вот нетерпение, что было у вас? Поделитесь эмоциями. Честно скажу, вот я пришла сюда, меня привели мои ангелы, да, я очень благодарна, что есть такой человек Никита, который собрал таких замечательных людей. Вот, было немножко, как бы не очень, не хотелось бы открывать все свои тайны, да, которые скрыты в тебе, не хотелось бы делиться этим, чтобы кто-то посторонне узнал. Ну, приходит такой момент, когда ты должен посмотреть страху, своему страху в глаза и начать работать с этим. И две удивительные девочки, которые вот Ольга и Светлана, от мамы моей огромная благодарность, потому что девочки чистили мою маму. Ну, она была немножко, я скажу, перепрыгну насчет мамы, да, она немножко была эмоционально, эмоции были на высоком подъеме, вот, и она за все переживала, и я обратилась к Ольге и Светлане для того, чтобы они просмотрели все и почистили мою маму. На данный момент я могу сказать, что моя мама не верила ни во что, у нее были проблемы с ее здоровьем. Последние вот несколько дней она очень хорошо спит, она себя хорошо чувствует. Девочка просит, чтобы я передала огромную любовь и благодарность. Спасибо, девочки, за вашу работу, это просто потрясающе. Она начала верить, начала верить в то, что действительно существуют такие сущности, которые цепляются, да, на наши эмоциональные какие-то сбои. Вот, и она начинает прорабатывать себя, и я посылаю вам море любви, и могу сказать, что я обращалась к Ольге для того, чтобы меня немножко раскачать. И насчет гипнотерапии, да, у меня была проблема. Я не могла не видеть, когда человек закрывает глаза, он не видит, очень многие представляют себя и видят там море, я не знаю. У меня просто темнота. Как бы я ни пыталась, как бы я ни раскручивала, у меня ничего не получалось. Я обратила к девочкам, девочки проработали эту ситуацию. Они зашли в самые глубокие, потаенные мои страхи и проработали их. И у меня появилось видение, да, вот Оля меня, я занималась с Олей, обращалась к ней, и она мне помогла, я увидела прошлую жизнь. Это было действительно удивительно. И я могу сказать на такой момент, поток энергии у меня меня просто несет. Несет любовь ко всем, мне хочется поделиться со всеми. У меня ушли страхи, я нашла свое призвание, да, я знаю, чем я хочу заниматься. Мне это нравится, я это очень люблю. И я не знаю даже, как выразить вот эту вот всю любовь и благодарность. Я думаю, что не стоит бояться, нужно пробовать и пытаться. И это действительно большая помощь любому человеку, кто бы не обратился. Если я обращаюсь, допустим, ко всему миру, я прошу вас, просто посмотрите и не бойтесь. Идите и пробуйте, пытайтесь. У вас все получится, и вы найдете себя, вы узнаете. У вас отпадут, на данный момент у меня вообще просто исчезли вопросы, кто я и зачем я сюда пришла, и для чего вообще, в чем мое предназначение. Я это все знаю. И просто хочется развиваться дальше, идти, продолжать, становиться самым лучшим психологом именно в профессиональной точке зрения. Лея, а вам вот подсказали, вот подсказка была в вашем предназначении, это как понимание было, или у вас был диалог с высшим я? Или где пришло вот это вот понимание, что вот оказывается, где я должен быть? Был диалог с высшим я, и мне просто, я задала вопросы, и мне ответили на эти вопросы. Я получила все ответы на все свои вопросы. Кто я, что я, какое мое предназначение, как развиваться. Я получила, действительно, у меня просто, у меня нет вопросов на данный момент. Есть, конечно, последующие вопросы, которые будут интересоваться. Хочется узнать больше, хочется пойти в хроники Акаши, поинтересоваться историей. Это тоже очень интересно, это все познавательно, потому что очень много информации потусторонней, которую мы там смотрим на YouTube, и она не совсем достоверна. Здесь у тебя идут ответы, которых ты не можешь выдумать. И это действительно просто-напросто нужно проверить потом в каких-нибудь учебниках. Это все достоверно. Это уникальная работа, это потрясающая работа. Я благодарю всех, я благодарю всех людей, с которыми я познакомилась, потому что люди совершенно в разных странах, и они такие родственные души. И очень приятно, у меня появилось очень много друзей, подруг, с которыми мне приятно общаться, мы общаемся каждый день. Это стоит развивать и идти дальше, и не бояться. Самое главное — не бояться. Спасибо за такой откровенный разговор. То, что вы поделились таким сокровенным, и это действительно дорогого стоит. И опять же, обращаясь ко всем, ко всем, кто нас слушает, не бойтесь пробовать, заходите, интересуетесь. И вы действительно для себя откроете что-то удивительно новое, которое действительно для вас будет очень значить в жизни. И Ирина сейчас к нам присоединяется, на связи. Ирина, благодарю, что вы тоже с нами. И расскажите свою историю, что все-таки вас привлекло в гипноз, что вас потянуло в гипноз, зачем вы туда пришли, и насколько было ли вам страшно как клиенту, и вообще какие вы испытывали эмоции перед тем, как отдастся вот этой паре волшебной, чтобы вас посмотрели и ответили на ваши вопросы. Всем здравствуйте, всем день добрый. Вы знаете, получилось так, что я попала на чистку Колечке к Светочке. У меня знакомая проходила у них чистку. Ну и, как сказать, пока сам не пройдешь, не поверишь. Если честно, ну, отзывы очень хорошие. Но я человек такой, надо самой попробовать, тогда ты поймешь, тогда ты узнаешь, тогда будет ясно. Я записалась на чистку, мне произвели чистку. Вы знаете, это что-то, что-то, если честно, волшебное, что-то такое не от мира всего. Это просто надо пережить. Почему? Потому что был упадок сил. Дела то идут, то не идут, то как-то вроде настроение хорошее, то что-то вроде тревожит. Очень как-то думаешь, там получится, не получится, за все переживаешь. Но у нас просто сейчас и время убыстрилось, и мир быстро движется. И думаешь, попадешь, не попадешь, что как-то все переживаешь. И здесь так получилось, что попала информация о чистке. Думаю, окей, попробую, посмотрю, попробую. Вы знаете, честно, это надо действительно пройти, чтобы понять, что это такое. Слов нет, одни эмоции. Действительно, энергии теперь хоть отбавляй, блоки сняты. Я пошла в школу учиться. Я теперь ученик этой школы. Что я сейчас вижу, что я сейчас прохожу, какие моменты. Это просто... Я не думала, что я на это способна. Я никогда не могла сказать, что я там что-то вижу, или что-то предвижу, или что-то знаю. Но когда просто ты ложишься в гипноз, отпускаешь все страсти, все свои эмоции, вот полностью отключаешься от этого мира и погружаешься, и ты встречаешься со своим высшим я, это действительно... Это другой мир. Это абсолютно... Там есть все ответы. Там есть... Там абсолютно все. Поэтому, вы знаете, наполнение энергиями, наполнение вибрациями, раскрытие всех тайн, проработка всех своих блоков, всех своих страхов. Но я думаю, что это дорогого стоит. Тем более, вас окружают такие люди. Боже мой, я познакомилась с столькими людьми в этой школе. Практически с любой точки планеты. Это... Это... Ну, это... Это действительно там, где душа радуется. Это там, где душа обретает покой. Там, где люди тебя поддерживают. Они тебя понимают. Вы на одной волне. Вы в покойке. Это просто замечательно. Я очень благодарна. Вы знаете, я очень много пересмотрела на Ютубе. И про гипноз, и про слиперство. И не могу ничего сказать про то видео. И то, что мы делаем, это очень разные вещи. Потому что очень много есть чего того, что... Ну, это, как сказать, преувеличение. на самом деле это действительно тонкая работа. Это тонкие миры. Это тонкие вибрации. И то, как многие выставляют. В любом случае, я проверила это на себе. Я в этой школе. Я прошла чистку. Мне стало жить намного проще. Намного легче. Ты идешь смелая, счастливая, с высоко поднятой головой по жизни. Это действительно... Это непредаваемое ощущение. А сколько блоков и страхов ушло. У меня был с детства страх. Меня в детстве очень сильно напугали темнотой. Старшие сестры и братья меня напугали темнотой и непонятными существами. Я практически через всю жизнь внесла с собой вот этот грудь, что я боялась темноты, выключался свет, я ложусь спать. И мне надо было так подкнуть одеяло, чтобы никто ко мне не подлез, чтобы никто меня, не дай бог, не увидел, чтобы... У меня был этот страх. Страх ушел. Он действительно ушел в проработки. Жить стало легче. Вы знаете, когда у тебя нету ни страхов, ни блоков, жизнь цветет и пахнет. У меня только слова благодарны. Это вот все, что я хотела сказать, только слова благодарны. Поэтому желаю всем людям, у кого есть проблемы, блоки, страхи, не бойтесь обращаться к гипнологам. Просто, как сказать, доверьтесь. Действительно, через это надо один раз пройти, чтобы это понять. У меня все. Благодарю. Ирина, благодарю. Ирина, Ириночка наша с Кипра. Вот у нас такая география. Лия была у нас только что недавно с Израиля. И там, по-моему, Алла хочет, она тоже у нас в Израиле. Вот такая география. Ирина, благодарю вас. Очень полно и так эмоционально заряженно. Я благодарю за то, что вы смогли поделиться своими эмоциями. Сейчас я хочу, приглашаю Аллу. Подключайтесь, пожалуйста. Да, я тут. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да, да. Да, здравствуйте. Да. А у меня к вам вот какой вопрос. Алла, скажите, вот я обязательно спрошу вас, с чем вы пришли, да, по какой причине и попали, вообще, соприкоснулись с гипнозом. Но немножечко издалека. Вот уже прошло время, вы уже прочистились, очистились, да, прошли чистку, там по-всякому можно говорить. И это понимают те, кто действительно прошел и понимают, насколько это важно, когда действительно, ну, душа как бы раскрывается, распоривается, что ли, вот, и все лишнее, оно действительно, вот, ну, нейтрализуется, так скажем. Но вот у меня вопрос вот какой. Вы человек социальный, естественно, у вас есть ваше близкое окружение, там, не очень близкое, далекое. Вы как себя сейчас чувствуете в этом окружении? И как это окружение, ваши родственники, близкие, чувствуют вас? Вот эти изменения на лице, на лицо, или все-таки вы, ну, все так же живете, все той же самой жизнью? Да, я сейчас работаю, работаю в поликлинике, работаю в Живоб-Израиле, и эта школа, которая попала сейчас, и в которую я учусь, изменила мою жизнь полностью, а начало до конца. То есть я благодарю Светлану, благодарю Олечку, благодарю эту школу, Киратом Никиту, за то, что они изменили мою жизнь. Я стала подробнее так мне, подробнее людей, и у меня открылись глаза на многие вещи, я стала в предназначении. И когда я сделала чистку у Ольги, у Светланы, я вначале была в шоке, правда, я плакала несколько дней, потому что информацию, когда получила, было совершенно удивительно для меня, для меня это просто мир, ответы на многие вопросы, которые я не знала раньше. Я чувствовала, но я не знала точно. Ну вот. И сейчас, вот прошло время, я чувствую прилив сил, то есть у меня был упадок сил полнейший, я не могла нормально функционировать, нормальную работу, нормально жить. Я себе была постоянно усталость. И после чистки, я почувствовала себя, что я помолодела, что у меня появились силы, здоровье, и как бы открылись, появились крылья спиной, что я могу многие вещи, которые раньше даже не знала, что я могу, и которые у меня получаются, и это делалось с удовольствием, с радостью. Ну вот. И я очень благодарю Олечку за поддержку. Там прекрасные люди, которые познакомились с прекрасными людьми в школе, со Светланой. И она прекрасная брата Олечка, прекрасная, где можно обратиться, за помощью, всегда получить поддержку и помощь. Очень мудрый человек. И многие люди, которые я познакомилась с которыми, очень-очень хорошие. И я чувствую поддержку постоянно в этой школе. Я приглашаю людей, которые хотят узнать, кто они и зачем пришли в этот мир и пришли учиться в эту школу. Это будет только на пользу, на пользу им, им близким, им близким. И я уверена, что все получится, только главное захотеть, захотеть, захотеть. И все будет так, как захотим. Алла, а скажите, а как... Да, благодарю. А как ваше окружение, благодарю вас, скажите, а как ваше окружение заметило изменения в вас? Вообще заметны они были? Да, конечно. Конечно, конечно. Ко мне стоят саму это люди, спрашивают, спрашивают запросы. Сразу же не задавайте, я работаю с детьми, работаю с родителями детей, приходят к мне на занятия. Вдруг сейчас начали задавать ко мне вопросы, родиться до вопроса, не по детям, по проблемам с детьми, а именно по духовным вопросам. Они как будто чувствуют изменения во мне, и они вот так реагируют совсем по-другому. Как ты думаешь по этому вопросу? А пока помоги нам, что надо делать сейчас? Вот как ты видишь тонкий мир? Вот такие вопросы стали задавать, которые раньше не задавались. То есть ко мне пришли к логопеду. А сейчас совсем другое отношение, как бы совсем по-другому, или где-то удивительным. Совершенно потрясающие вещи происходят в моей жизни. Ну вот. Волшебно. Алла, благодарю вас. Это правда волшебно, о чем вы говорите. Я каждому желаю, буквально всем желаю, ощутить эти ощущения действительно в своей жизни. Потому что уже обратной дороги точно не будет. Однажды, когда ты попадаешь во все это, когда ты начинаешь это все видеть, слышать, чувствовать, понимать, то жизнь уже, конечно, прежде не становится. Не станет просто никогда. И, конечно же, не могут не видеть окружающие изменения. Потому что, когда человек светится, когда излучает свет, добро, любовь, ну это невозможно не заметить. Как говорят, заходит человек, он же весь светится. Но вот мне кажется, это такая отличительная черта школы Никиты, когда в нас как будто накачивают этим светом. вот этой вот невероятной энергии божественной. И мы просто, ну по-другому уже просто не можем ни жить, ни говорить, ни существовать, ни вообще не говорить, ну то есть взаимодействовать с людьми по-другому. Действительно, как говорила Ирина, да, что хочется обнять весь мир. Там Алла тоже говорила, Алла София говорила, да, Илья, что хочется вот любить, просто обнимать всех. Ну правда так и есть. И спасибо большое за то, что приняли участие в этом интервью. Нашли время в своем графике. Я вижу, что вы еще на работе, да, в клинике. И Олечка и Светлана, мне вообще повезло, что я вот так вот вас, сейчас, Липуночка, Олечка, дам слово, что я вот так вот собрала и вас, и ваших девочек. Я так понимаю, что это с вашего курса. Да, и сейчас курс, видимо, подходит к концу, заканчивается, это там поток, десятый или одиннадцатый, да. И вот мне вообще повезло, как интервьюеру, что я вот так вот с вами сейчас чудесно так пообщалась. И Оля и Светлана, мне к вам такая последняя в сегодняшнем интервью просьба. Что вы хотите сейчас сказать этому миру посредством этой камеры, да, что вы можете сейчас сказать? Это может быть пожелание, это может быть какая-то рекомендация, это, не знаю, что-то поделиться каким-то своим опытом. Вот все, что вот из души у вас сейчас пойдет, у вас сейчас есть такая возможность. Оль, с вас начинаем. Да, благодарю. Я просто хотела обратить внимание, тема гипноза и слиперства, она очень интересна и муссируется во всех сейчас средствах массовой информации. Но хочу, чтобы вы понимали разницу. То, о чем сейчас говорили, да, наши девочки, наши студентки, клиентки, есть разница между гипнозом, а то, что они озвучили, это была буквально трансовая терапия, понимаете, терапия в трансе, исцеление души. Но по-другому это назвать невозможно. Гипноз, это всегда подразумевает мощные директивные установки, изменения подсознания, жесткое, мы этим не занимаемся, мы не меняем ничего, абсолютно. Мы просто помогаем подняться душе, очиститься, увидеть весь этот мир с высоты, да, осмотреться, где ты потерялся, где ты набрал каких-то отрицательных эмоций, которые потом выразились какими блоками, какой-то отрицательной, темной энергии в твоем биополе. Это все убирается, расчищается. Мы находим себя, вот возможность найти себя, увидеть свое предназначение, получить ответы на все вопросы, которые вас волнуют. Представляете, каждая тема, каждый вопрос, который волнует, когда человек идет по жизни и как колесо, понимаете, одно и то же событие повторяется. И человек, естественно, задает вопрос, ну где же те грабли, на которые я постоянно наступаю, почему это происходит? Когда есть возможность получения ответов на эти вопросы, и жизнь становится проще, и ярче, и краски, и от этого и энергия, потому что идет чистка, идет чистка взаимоотношений с окружающим миром, с окружающими вас людьми. Это, одним словом, это шикарная трансовая терапия, это ту возможность, такой инструмент, который нам дали в руки. Я очень читала о получении новой профессии, вот такой вот удивительной, о такой помощи людям. Вы понимаете, вот посмотрите, только что нам сказали, что мы со всего мира собрались в этой школе, да, у нас очень много русскоговорящих собрались, и благодарим за эту школу Никиты, гипноза и спитерства. Но я просто, почему я лично пришла? Ну, вот такое пришло осознание, что вот есть человек, и есть вспомогательные различные профессии, которые помогают ему существовать, вот, есть вспомогательный доктор, да, он помогает лечить какой-то орган, да, есть, допустим, психотерапевт, вы прямо в стрессе, он вас успокоил, дал таблеточки, есть дама, которая делает реснички, и вы будете красивой с ресничками, есть парикмахер, который ухаживает за волосами, а где тот человек, который не просто займется вашей душой, а воссоединит это все вот воедино, буквально за сеанс, который длится два-два с половиной часа. Я думаю, это такой профессии нет, это трансовый, я считаю, гипнотерапевт, вот по-другому никак не могу назвать эту профессию. Это столько ниточек, столько понятий, это просто масса всего, раскрытие души, вот как цветочек. И я говорю, я благодарна девочкам, я благодарна всем, с кем мы соприкоснулись. Мы со Светочкой постоянно говорим, и Света сейчас скажет эти слова о том, когда мы встречаем красивые, наполненные души. И мы говорим, Светочка, скажи, какие мы слова произносим? Светлана, даю тебе слово. Понятно, совершенно благодарю. За что нам встреча с такими великолепными душами? Ты об этом, Ольга? Да. Нам как специально их отбирали на самом деле. И когда видишь вот эти великолепные тонкие планы, когда смотришь и как она прекрасна, а как бы это описать не хватает слов в нашем языке, мне кажется, ни в каком не хватит слов, чтобы описать так, как это видно на тонких планах. Когда соприкасаешься, ты понимаешь, у тебя в сеансе текут слезы от счастья от того, что ты соприкоснулся с этим человечком. И ты думаешь, она ходит со мной вместе по одной земле. Она здесь живая, настоящая, и она вот такая великая, она великолепная. Когда ты смотришь, ты еще больше приобретаешь веру. Я думаю, для нас, для людей это очень важно, поскольку у нас регулярно качает, как в эмоциональных качелях, так же и аналогично с верой. То есть, мы от веры в безверие нас зашатает. Я не хотела очень много добавлять, Оль, я думаю, вы максимально уже раскрыли. Я единственное от себя хочу добавить, что на самом деле, пока лично не соприкоснешься, это можно долго разговоры разговаривать, можно долго анализировать, размышлять. нас здесь, я думаю, ну, я, во-первых, не верю в случайности, это раз, случайность псевдонима Бога, насколько я помню. Это просто сделать шаг. Сделать шаг, довериться. И все. Наверное, вот мы перестраховщики люди. Ведь так, как бы мы, да, мы вроде верим в Бога, но вот алгоритм действий, я все-таки прострою. Да, я лучше себя перестрахую. Но вот хотя бы вот этот один шаг сделать просто шаг, когда дорога появится сама, когда тебя поддержат. Я сейчас о школе. Когда ты встретишь людей, которые тебя будут окрылять, которые ты ее вчера не знала, а сегодня она с тебя какие-то там маски поснимала. и ты такая, это я? Здорово. Я думаю, здесь просто довериться. И все. Волшебно. Светлана, волшебно. Мне даже добавить ничего не хочется, чтобы вот это вот состояние волшебства не рассеять, а вот в этом состоянии завершить наш сегодняшний эфир. Я благодарю Светлану Сагитову, Ольгу Шлифер и всех ваших студентов, и в общем и клиентов, которые рассказали каждой про свою историю. И я жду новой встречи в таком же формате, когда мы сможем поговорить уже глазами клиентов, которые зашли в гипноз со своими задачами, вопросами, проблемами, блоками. и что они получили. Вот сейчас Светлана об этом невероятно красиво рассказала. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Благодарю. С вами была Юлиана Борякова. Благодарю. Всех благодарим. Благодарю. Благодарю. Благодарю.